Всем привет! Отгремели новогодние праздники и мы снова спешим рассказать вам о самом главном из мира киберспорта. Смотрите в этом выпуске. Обновление 8.10. Что нового в формате 7.42? Сильверлига. Кто рвется в Голден Лигу и где на это можно посмотреть? Национальные кубки. Как стать лучшим, сидя дома? Европейская пролига. Что, где, когда? А также результаты конкурса на лучшее новогоднее поздравление и новый конкурс предсказателей. Под занавес 2013-го вышло обновление 8.10. Доработка отдельных карт, появление японской техники, простреливаемость мелких объектов. Как эти новшества отразились на формате 7.42? В комментариях игроков Голден Лиге. На некоторых картах играть стало легче, потому что мелкие объекты больше не мешают наносить урон. Теперь танк за забором можно легко поразить, используя аркадный прицел. Только вот с кумулятивами это не работает, поэтому для Т-69 в общем-то ничего не изменилось. В целом данное нововведение мало изменит картину турнирных боев. На мой взгляд с подстрелами играть стало чуть проще. Например, теперь можно сбить захват, даже если враг стоит за забором или будкой. На карте степи выросли холмы. Она стала более симметричной и броня с ней стала еще удобнее. Сыграть агрессивно получается очень редко. А жаль. Из-за стрельбы сквозь препятствия существенно усложнился геймплей. Теперь игрокам нужно быть постоянно на чеку. Например, один снаряд 50-100 теперь может спокойно пробить два забора, а затем еще и броню танка. К этому нужно привыкнуть. Произмененные рудники могу сказать, что благодаря обновленному лошам, то стало гораздо проще играть с верхнего респа. Но некоторый зебиланс все равно есть. Ну а своими глазами увидеть, как это все влияет на игру 7-42, можно уже сейчас. 15 января стартовал второй раунд Сильвер Лиги. 12 сильнейших команд турнира срадятся за выход дивизион рангом выше. Мы подготовились к этому и покажем все самые интересные поединки. Прямые трансляции и записи матчей смотрите на сайтах vgleague.ru и theacys.ru. Кстати, уже 17 января возобновятся игры Golden League, и мы их тоже, конечно же, покажем. Теперь, чтобы стать лучшим танкистом страны, не обязательно тренироваться 7 дней в неделю и ездить на турниры за 3-9 земель. Любой сможет стать сильнейшим, сидя дома. Wargaming объявляет о старте национальных кубков в России, Белоруссии, Украине и Казахстане. Соревнования будут проходить каждую неделю, а раз в месяц нас ждет итоговый турнир лучших команд. Подробности совсем скоро на официальном сайте игры. Тыхы. Нет, я не оговорился. Именно так называется польский город, где 24 и 25 января пройдут финальные игры Европейской лиги Wargaming. На пару зимних вечеров Тыхы превратился в танковую столицу Европы. Среди шести команд участнят сразу три наши. Это Virtusai, Dignitas и Denova. Кроме них за главный трофей поборются сербы из Казанокрю и две польские дружины Evil Panda Squad и Lemin Training. Что ж, совсем скоро узнаем, кто кого. На днях началось голосование за лучшие игры прошедшего года по версии портала GoHaru. World of Tanks представлена здесь сразу в двух номинациях. Лучшая PvP и лучшая киберспортивная игра. Бежать голосовать никто никого не заставляет. Но согласитесь, будет приятно повторить наш с вами успех на Golden Joystick и еще раз доказать всем, что сообщество танкистов самое мощное и сплоченное. Пришло время подвести итоги конкурса на лучшее новогоднее видеопоздравление. Спасибо! Было очень приятно услышать свой адрес только искренних пожеланий и увидеть ваши лица. Но все-таки по условиям конкурса поздравлять нужно было не нас, а свою любимую команду Лиги Wargaming. Поэтому главный приз получает игрок Никонор 125. Ну а чтобы остальным было не так обидно, я решил наградить всех участников новогодними подарками. С праздником! А теперь новый конкурс предсказателей. Угадайте, какие 8 команд окажутся в финале третьего сезона Golden League и получите 1000 игрового золота. Расставьте восьмерку финалистов в правильном порядке и мы умножим 1000 на новогодний Х5. Все подробности в специальной теме на форуме. Ссылка в описании. А у меня на этом все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова